Ну вот это вопрос, который надо обсудить. Как присвоить себе государственную собственность, которая уже не является общественной? Хрущев переплюнул даже тех, кто осуществляет диктатуру Буржуазии в других странах. Сегодня почти все понимают, что в СССР произошла контрреволюция. Понимать тут очень это просто, потому что до этого был социализм, первая фаза коммунизма, а на сегодняшний день мы имеем вполне сложившийся капитализм в России, поэтому у нас не только контрреволюция произошла, а у нас уже реставрация произошла, реставрированы все институты буржуазные, у нас вполне добропорядочное буржуазное государство, с буржуазной демократией, как формой диктатуры Буржуазии. Когда это произошло? Сначала некоторые люди полагали, что это произошло на рубеже где-то 90-91 года, но более глубокий анализ показывает, что не так дело обстоит. Так не бывает. В истории не бывает так мгновенно перехода от одного строя к другому. Скажем, переходный период от капитализма к коммунизму в России, в СССР, занял 18 лет, с 1917 по 1935 год. А вот сколько времени проходил переходный период от коммунизма в первую фазе к капитализму? Ну вот это вопрос, который надо обсудить. Когда государство является социалистическим? Социалистическим государство является, если власть в нем имеет рабочий класс. Когда власть имеет рабочий класс? Когда осуществляется диктатура пролетариата. Диктатура пролетариата, записанная в Великом Почине у Ленина, означает это научное, латинское, историко-философское выражение, означает вот что, что только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные, рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых во всей борьбе за полное уничтожение классов. Под этим понимается не только ликвидация эксплуататорских классов, но и уничтожение различий между городом и деревней, людьми физического, людьми умственного труда. Есть еще одно определение диктатуры пролетариата для наших целей, вот для рассмотрения вопроса контрреволюции в СССР, более подходящее даже, хотя оно никак не противоречит тому, что я сформулировал только что. Это определение, данное Лениным в книге «Детская болезнь для визны в коммунизме». Диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Вот если мы поставим вопрос, а что при социализме силы и традиции старого общества, что, исчезают? Разве при социализме не ведется еще классовая борьба с мелкобружазностью? Разве при социализме рабочий класс решил свою задачу? Разве полностью уничтожены классы? Не ведется классовая борьба с мелкобружазностью? А если вы с ней не ведете борьбу, то она с вами ведет борьбу. Это мелкобружазность, которая присутствует и которая связана с противоречиями интересов, которые есть у трудящихся социалистического общества. Вот если мы так поставим вопрос, то нам станет ясно, что когда началась, когда совершилась контрреволюция в СССР. Контрреволюция в СССР совершилась тогда, когда правящая партия на своем съезде проголосовала за изъятие из своей программы главного марксизма, а главная в марксизме — это диктатура пролетариата. И такое событие состоялось в 1961 году на 22-м съезде. Это значит, что она не хочет вести упорную борьбу, эта партия, против силы и традиций старого общества. Не хочет вести ее ни как партия, ни как руководящая сила, ни как политическая партия, которая держит в руках политическую власть в государстве. Следовательно, из государства диктатуры пролетариата в одночасье после решения 22-го съезда превратилось в государство противоположное. А что значит противоположное? Превратилось в государство буржуазии. Спрашивается, а где буржуазии? Вроде бы буржуазии не было при социализме. Не было. Не было до этого решения. А вот как только такое решение приняли, а что собой стал представлять весь государственный аппарат, который руководил всей хозяйственной и политической жизнью? Он стал представлять собой тех людей, которые фактически господствуют над средствами производства. И если раньше они должны были эти средства производства пускать в ход для нужд всего общества в интересах рабочего класса, который выражает интересы всех трудящихся, то вот теперь они должны были эти средства производства и могли эти средства производства пускать в ход для своих интересов. Образовалась такая каста людей, которые использовали средства производства своих интересов. Вообще государственная собственность, если о ней говорить, она ведь не тождественна общественной собственности. Государственная собственность только тогда является формой общественной, если государство является государством рабочего класса и действует в интересах рабочего класса. Как только государство перестает действовать в интересах рабочего класса, государственная собственность становится собственностью части общества, а собственностью части общества это частная собственность. И в СССР с 1961 года появилась частная собственность правящей номенклатурной верхушки. Эта частная собственность была коллективной, ну как в любом акционерном обществе, там же тоже не индивидуальная частная собственность, там частная собственность всех акционеров. И здесь получилось, что еще нет никакого разбиения на акционеры, а просто все заодно держат в руках представителей этой всей номенклатурной верхушки, из которой ну единицы были, которые остались на позициях рабочего класса, а все остальные взялись решать, как присвоить себе эту самую общую теперь государственную собственность, которая уже не является общественной. Можно сказать, что лучшее самое решение нашли в Белоруссии и не стали разделять эту общую частную собственность, поэтому там государственная собственность как крупная частная собственность и осталась. А в Советском Союзе с легкой руки Чубайса, Гайдара и других идеологов, Немцова, Явлинского и других идеологов либерального капитализма, которые даже не доросли до империализма, до государственно-монополистического капитализма, они решили разделить эту государственную собственность на кусочки. Этот вот дележ произошел не сразу, а сначала нужно было припугнуть противников, нужно было решить такую задачу, как ту, которую решал Никита Хрущев, когда он устроил стрельбу по рабочим, по детям рабочим в Новочеркасске в 1962 году. Я думаю, что тот человек, который обратится к этому историческому факту, должен будет сделать вывод, что для того, что если уже по распоряжению руководителя правительства стреляют по рабочим, и целое государство точно не является государством рабочего класса. За что требовали рабочие? Рабочие требовали всего лишь не повышать цены и не снижать расценки. То, что требуют рабочие во всем мире, и во всем мире даже в буржуазном за это по ним не стреляют. То есть такого нет и в буржуазном мире, поэтому здесь Хрущев переплюнул даже тех, кто осуществляет диктатуру буржуазии в других странах. Вот поэтому можно сказать, что с этого начинается в 1961 году переходный период от коммунизма в первой фазе к капитализму. И революция политическая произошла на 22 съезде в 1961 году. А если брать, понимать, под революцией переход к другому строю, уже экономическому, то этот период очень длительный. То есть видно было, что он прошел с 1961 по 1991 год, это 30 лет. 30 лет это гораздо больше, чем 18 лет, и это совершенно не увязывается в высказывание о том, что, дескать, Советский Союз развалился. Нет, с ним боролись, с Советским Союзом извне и изнутри, и предатели социализма наверху, изменники делу коммунистической партии и рабочему классу наверху, и внешние силы, которые при Ельцине были призваны во все министерства для того, чтобы все построить как капиталистически организованное хозяйство и направить в интересах уже не российской, даже буржуазии, в интересах иностранной и прежде всего американской. Вот это вот дело было очень длительное, и на развал Советского Союза не похожий. Очень долго сопротивлялся Советский Союз, и мы знаем, что были силы, которые сопротивлялись. В 1989 году был создан Объединенный фронт трудящихся, мне приходилось в этом деле участвовать вместе с товарищами Пыжовым и Красавиным, как кандидатами в народные депутаты СССР по национально-территориальному округу Ленинградскому. Мы создали Ленинградское отделение фронта трудящихся, потом в Москве было, а потом был создан Объединенный фронт трудящихся России при поддержке наших профсоюзов и при поддержке некоторых партийных органов и отдельных лиц в партийных органах. Объединенный фронт трудящихся выдвинул кандидатуру президента генерала Макашова и вице-президента, это доктор экономических наук Сергеев, мой официальный оппонент. Я у генерала Макашова был доверенным лицом, поэтому сказать, что никто не сопротивлялся, очень даже сопротивлялись. У нас были инициативные съезды коммунистов России, поскольку те люди, которые входили в Объединенный фронт трудящихся, члены партии, которые туда входили, создали это инициативное движение, которое противостояло Горбачевской верхушке, создало соответствующую программу, в которой записало изгнать из партии, проводящую антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачева. Я, как член обкома Ленинградского, поставил вопрос о голосовании за это предложение на плену Ленинградского обкома. И вот меня поддержало только 17 человек. Некоторые люди, которые много говорили о коммунизме, такие как Белов, меня не поддержали. Они не стали голосовать против Горбачева. Мы это дело, это требование отстаивали, собирали решения партийных организаций, добились того, чтобы была создана Компартия РСФСР, и участвовали в составлении программы действий, вот Долгов, и я в этом участвовал, и Ельмеев. И в этой программе не было ревизионизма, поэтому пришлось им, тем, кто хотел, чтобы мы шли под красным знаменем капитализму, закрыть КПСС и закрыть КПРСФСР, которое было уже откровенно контрреволюционным действием, которое совершила ельцинская власть. Вот, в то же время, в то же время, борьба эта никогда не прекращалась, сразу же была создана РКРП, то есть силы противостоящей контрреволюции, они действовали и действуют до сих пор. Ну, а вывод, который мы должны сделать, поскольку у нас вопрос сейчас один, когда произошла контрреволюция в СССР и в чем она состояла, и как шел переходный период, вот ответ такой, что контрреволюция в СССР произошла в 1961 году, подготовка велась в 1956 года и ранее, и судя по тому, как отнеслись к тому, кто больше всего боролся за социализм, к товарищу Сталину, бывшие его соратники, видно, что и в Центральном комитете уже сложилась контрреволюционная группа, и антикоммунистическая группа, и судя по тому, как голосовали на съезде, как голосовали единогласно против диктатуры Патриата, значит, надо было подобрать делегатов съезда, то есть, вот Хрущевская группировка и поработала хорошо, и не случайно она запугала, видимо, чиновников партийных убийством Берии, потому что это дело темное, и понятно, что, как нам тогда объявляли, что Берия английский шпион, это довольно смешно, потому что Берия занимался ядерной программой и созданием ракет, и даже строил Московский государственный университет. Поэтому, когда вот такие вещи, так сказать, объявляются, и когда мы наблюдали, что в защиту Сталина, те люди, которые его славили, и вроде бы поднимали на щит, не сказали громкого слова за все это время, и только вот значительно позже начались выступления и правильные оценки деятельности Сталина, которые сейчас, можно сказать, преобладают, а до этого просто мы не наблюдали. Вот это то, что можно сказать о контрреволюции СССР, если говорить кратко.